Внезапный майский снег и холод не стали преградой. Посмотреть на битву трансформеров, как ее прозвали в толпе зрителей, пришло несколько десятков человек. Посмотреть и правда было на что. Три огромных экскаватора не рыли канавы или ямы, а играли. Например, в своеобразный боулинг, точно рассчитав силу и направление удара, нужно отправить мяч к импровизированным кеглям. По словам организаторов, такие состязания – это и шоу, которое привлекает зрителей, и способ показать возможности новейшей техники. Что касается участников, опытных экскаваторщиков из Барнаула и Новосибирска, мы спросили, приходится ли им в работе делать что-то подобное. Есть работа разная на экскаваторе. Где-то с людьми работаешь, где-то там подать трубу надо, стропу зацепить надо. То есть такие моменты, правда, есть. Моменты именно тонкой работы. А сам конкурс, я как-то к нему весело отношусь. Так, развлекуха. Восемь испытаний и на координацию движений, и на время и аккуратность, и даже на творческий подход. По итогам состязания победителем стал участник из Барнаула. Каждый получил денежные призы и подарки от спонсоров. Как нам рассказали организаторы, уже завтра проявить себя и претендовать на призы смогут не только профи, но и все желающие. Зрители ждет конкурс «Строительные забавы». Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжение следует...